всем привет из магазина loud sound сегодня мы собираем монобрендовую аудиосистему полностью все компоненты у нас сегодня будут sound stream очень интересное железо и к нему я испытываю такие ностальгические чувства у меня первый усилитель мощный для сабвуферов был именно sound stream tarantula он был двухканальником но я его использовал как моноблок к сожалению тогда было очень сложно купить нормальный моноблок по доступной цене надо отдать должное компании sound stream они не скатились в дешевый китай они действительно держат марку еще но видимо с проблема с маркетингом или с чем-то еще не очень у нас популярна это железо пока но они начинают возрождаться и это радует то железо которое они нам сейчас показывают она достаточно внушительно есть на что посмотреть она качественно исполнена у них очень-очень смелые заявки очень хороший функционал и широкий ассортимент всей продукции которую можно выбрать и сегодня мы вам это покажем мы полностью соберем аудиосистему на сон стриме с опциями у нас будет опция по 4 канальником по количеству динамиков на фронт в общем мы посмотрим что мы можем сделать только на компонентах sound stream все компоненты у нас сегодня здесь мы имеем сабвуфер моноблок два четырехканальника фронт трехполосный и процессор собственно все что нужно чтобы собрать полноценную аудиосистему на штатном головном устройстве если вы захотите заменить головное устройство процессор вам может все равно пригодится для более тонкой настройки давайте начнем с с того что видим ближе всего с самого крупного это моноблок с заявкой 6 киловатт конечно не 6 киловатт сейчас мы посмотрим сколько начнем с упаковки на упаковке мы можем видеть то что это класс д стабильно работающий в 1 ом бас-буст нам зачем-то здесь указывают что у него 12 децибел подъем баса кроссовер с второго порядка и так понимает лпф и выносной регулятор то есть вот он очень часто путаю думают это выносной регулятор бас-буста нету тут даже указано что это рим от gain control это именно громкость усилителя вы можете регулировать из салона кроме того здесь на коробке мы видим что у него сменные цвета вот этот логотип и паук собственно светятся и цветов здесь можно выбрать 17 миллионов я сомневаюсь что вы проверите все 17 миллионов цветов но это надпись нам говорит о том что он кастомизируется как угодно вот здесь мы видим с оранжевым зеленым с фиолетовым давайте посмотрим на сам моноблок комплектации видим инструкцию регулятор шестигранники провод для регулятора и вот этот провод который вызвал сразу вопрос он нужен для того чтобы мастить в моноблок если вы хотите подключить второй такой же чтобы они работали мостом очень тяжелый усилитель увесистый на самом деле чувствуется что что не просто так не китайская поделка какая-то здесь мы видим по краям и сам логотип сделан из прозрачного какого-то орг стекла или пластика не знаю все это подсвечивается цвет подсветки регулируется видим терминалы под 0 лет мод это переключение подсветки я так понимаю и здесь видим фильтр low-pass 220 герц как нам сказано на коробке это второй порядок режим работы мастер для слэйф ну ничего необычного по заявленной мощности давайте посмотрим что у него на коробке они честно сообщают о том что он не 6 киловатт ник 6 киловатт это max power сколько его сколько здесь не указывается видно эта мощность в клипе реальную мощность мы здесь видим в один он два с половиной киловатта это очень очень неплохо в 05 он также есть заявка 3 киловатта и это на самом деле хорошие цифры учитывая то что этот усилитель стоит всего 25000 то есть вы получаете два с половиной три киловатта надежных за четверть сотни сабвуфер компания сам стрим нам также предлагает у нас есть 12 дюймовый сап который называется t5 122 у него не 5 дюймовая катушка я не знаю чтобы означает здесь t5 видимо серию катушка у нас 3 дюймовая алюминиевая сопротивление 2 по 2 ома сообщается что у него есть охлаждение здесь указаны размеры посадочная глубина диаметр и теле смола все параметры кому надо для расчета и ящиков это это эти может можете пользоваться в коробке мы также видим инструкцию со всеми параметрами и с монтажными размерами в эти на сам динамик взглянем видим провода они терминалы очень качественно вшитые подводящие все в термоусадке магнит ну то что я вижу размера среднего примерно как носа на са-12 этот сап вот именно уровня где-то са-12 видим литую корзину с охлаждением нас не обманули здесь есть отверстие под охлаждение и в принципе сабвуфер покажет себя в действии то что мы видим вот при первом взгляде очень качественное изделие мне мне нравится и внешним видом и как собран никаких излишков клея и вот этот паук это конечно фирменная фишка sound stream он до сих пор смотрится очень здорово стоит этот сабвуфер 12000 с са-12 меня уж напомнили когда-то они стали 12 600 по моему и разлетались как горячие пирожки вот этот сап стоит 12 на самом деле ценник на них гораздо дороже ну рекомендованная розница он но у нас можете купить по 12000 по сабовому и звену все отлично к такому моноблоку будет два таких две таких двенашки басуха должна получиться очень мощная и стабильная подключить вы сможете два таких сабвуфера либо в 05 том что будет неплохо для соревнований очень внушительное давление будет показывать показываться при правильном построении акустического оформления в повседнев вы сможете также использовать такое особое звено в 05 но при достаточно хорошем питании то есть на в 05 если у вас будет порядка трех и больше киловатт залетать вам нужно как минимум уже хороший аккумулятор под капотом и продублировать аккумулятор в багажник плюс генератор должен быть при этом не ниже 100 110 ампер тогда вы сможете использовать такое сабовое звено в полома давайте перейдем теперь к музыке начнем с с вот этой вот классной штуки тест обзоры показывать не буду на очень похожи у нас на dsp8 но чуть более качественно собрана учитывая то что нам говорили люди которые разбирали наши друзья в ставрополе стоит эта штука 20000 рублей и в отличие от того же audison биттен у нее 4 канала которые она может обрабатывать как у audison битван то есть вы сможете любую аудиосистему с нее разрулить порезов например твиттеры среднечастотники мидбасы сабвуферное звено все это вы сможете настроить как задержки так и кроссовер так и эквалайзер отличное устройство которое управляется с компьютера то есть вы можете его настроить с компьютера сделать предустановки которые потом сможете на вот этом выносном регуляторе менять с него же вы можете управлять громкостью процессора если там у вас по каким-то причинам надо согласовать его громкость с громкостью штатного головного устройства можете регулировать и здесь кроме того сигнал он получает как по высокому уровню так и по ауксу по рца входом плюс к этому у него есть есть еще вход по оптике то есть в автомобилях типа бмв range rover и других у которых есть система мост вы можете по ней вытащить оптический сигнал наичистейший первоначальный и этот сигнал уже регулировать процессором и передавать его на усилители и так собственно вот мы имеем за 20000 устройства которое может работать со штатным головным устройством как угодно с айфоном с оптическим входом и имеет сразу уже в комплекте выносной регулятор на котором можно менять предустановки регулировать громкость и менять источник сигнала например если вы подключили по высокому уровню вашу штатную аудиосистему а сюда iphone вы можете вот кнопка input переключаться с аудиосистемы на iphone и так далее вот задействовать до трех разных входов и переключать с этого регулятора и так нам остается разобраться с фронтом фронт саундстрим нам также предоставляет все три компонента это 20 мидбас 16 среднечастотник и твиттер рупорного типа все они неодимовые это говорит о высокой чувствительности о низком весе хорошей мощности и давайте начнем с мидбаса итак мы видим неодимовый мидбас очень качественно выполненный с фирменным логотипом я бы даже сказал что это скорее низко играющая середина по заявке он играть должен от 100 герц у нас и до внушительных 10 килогерц то есть это такой очень широкая это прям широкополосник можно сказать его слушали в магазине он отлично панчет то есть как мидбас его использовать рекомендуется сопротивление у него 4 ома то есть даже одна пара уже при даже самым слабому силки будет играть очень громко мощности хватит в комплекте мы видим фирменную гриле виде паука на любителя конечно в строгую аудиосистему не рекомендуется наверное это не все поймут но приверженцы марки или люди которые там собирают в едином стиле аудиосистему наверняка оценят вот такую вот на динамике мы видим надпись sound stream паук и нас обманули паук должен быть черный а у нас паук серебристый и поэтому на пуле он теряется мелкая неприятность но нас обманули где черный паук ладно я шучу также нам сказано что здесь 4 ома для чего это рисовать на динамике я не знаю демонстрирует эта крутость либо чтоб не перепутали подключение по идее если вы купили этот динамик вы уже знаете что он 4 ом и видим небольшой неодимовый магнит для неодимового он достаточно большой на самом деле увесистый и вот аналогов у динамика я не помню может быть нб-7 провод что-то похожее было у пи пи ай да вот похожие магнитки были видим литую корзину здесь жабры для охлаждения закрытые сеткой чтоб туда ничего не попало катушка у нас алюминиевая 2-дюймовая вот вот здесь если сюда видите здесь видно какая катушка большая 2-дюймовая для понимания используется на некоторых сабвуферах катушка такого размера это очень круто для мид баса очень плотный диффузор очень короткий ход динамики отслушивали они играют очень громко и действительно широкую полосу и очень хорошо панчат подпереть мид бас отлично получится 16 сантиметровым его собратом 16 половиной сантиметров это у нас стандартный типоразмер влезет в обычные посадочные места любого там 6 половиной дюймов или 16 половиной сантиметров динамика давайте посмотрим на них поближе инструкция с вот это вот полезной полезнейшей штукой очень часто нет под рукой если вам нужно сделать посадочное отверстие или выпилить кольцо вот эта штука вам очень очень пригодится это лекала также видим фирменную сетку гриль в виде паука соответственно используя 20 16 сетку можете сделать вот такой вот оригинальный инсталл в едином стиле динамик еще более легкий в принципе видим абсолютно все тоже самое алюминиевая литая корзина охлаждение катушка здесь полтора дюйма и в принципе говорить про него больше нечего мы его мы их тоже слушали тёма слушал с денисом говорят им очень понравились я к сожалению вот шестнашки не слушал но артем говорит типа чего они типа nb7 чуть громче то есть вот эта аппаратура не просто так мы показываем что нам надо продать это действительно мы можем порекомендовать играет это этот динамик отлично самая важная деталь самое важное мы не показали есть наклейка у нас у нас обычно когда приходит динамики с наклейками у нас весь магазин начинает быть обклеен всякими наклейками вот таких пауков а где они у нас есть на двери есть паук ну ладно значит уже куда-то успели приклеить вот такая вот наклейка в виде паука твиттеры открывать наверно не будем это очень известная форма твиттеров с них содрали по моему все кому не лень начиная от каденса заканчивая и джем да по-моему таки есть сват карл давай покажи сколько есть похожих твиттеров и кекс да такие же есть вот посмотрите вот у нас есть сват это вот у нас sound stream самый есть это у нас мглаб это у нас тоже sound stream это что кекс еще там да мы все все вам сейчас показать не можем потому что их очень много не все у нас есть наличие твиттеры вот эти появились раньше всех на самом деле вот у sound stream у первое из у одних из первых вы именно в автомобильном сегменте появились рупорные твиттеры тогда эти ссс ст 20 или 22 назывались они вот они посмотрите вот с них по моему пошел герцы спиль шоу и и все там их очень много да вот это прародитель на самом деле рупорных твиттеров автомобильных тогда sound stream именно автомобилька занимался дело вы как альтернатива у нас были тогда только пи-аудио бенси бэйма там ну вот такие компании не представлены на рынке автозвука, но в автозвуке их использовали, Soundstream одни из первых, а может даже первые начали это использовать, и вот этот твиттер, который сегодня мы вам предлагаем, это вот прародитель всех вот этих клонов на самом деле. Двадцатки вы сможете заказать за 11 500, за шестнари вам нужно будет заплатить 9000, твиттеры стоят пять с половиной. И мы переходим к усилителям, усилителя у нас два, крутой и и очень крутой. Крутой усилитель, на самом деле я немножко лукавлю, он очень красиво выглядит, он АБ класса, это значит он будет очень качественно играть, но при этом он будет очень сильно греться и отдавать не самую большую мощность. Сейчас мы посмотрим, как он оснащен. Это пожалуй один из лучших усилителей по внешнему виду, который я видел последний раз, очень стильно сделано, видите вот Пикассо, раньше у них были серии, я еще тогда помню Микеланджело, Пикассо. По терминалам ничего особенного, обычные для зажимные, не очень это богато, но очень удобно. Вот под отвертку, я всегда недоумевал, почему делают под шестигранник, под отвертку всегда гораздо удобнее. Здесь мы видим вот такую хорошую вещь, high level input слева и справа, то есть мы можем дать ему сигнал по высокому уровню, грубо говоря от штатной аудиосистемы без использования РЦ-овходов. Если магнитола у вас не имеет, грубо говоря, тюльпанов, да, как их все называют, вы можете зацепиться к штатным колонкам, получить от них сигнал и усиливать его уже, отдавая вашей новой аудиосистеме. Фильтры внушительные до 4 килогерц, бывает и больше, но это как бы такая, это уже, уже хоть что-то, так скажем, это можно порезать твиттеры, чтобы они не сгорели, это будет лучше, чем использовать конденсаторы. На усилках типа Alphard, там Pride и других сейчас появляются фильтры уже 5-8 килогерц, 4 это в принципе достаточно, чтобы твиттер уже не спалить, но и не самый лучший фильтр. Видим, что фильтр LPF также у нас до 4 килогерц, то есть вы можете порезать mid-bass снизу или сверху, но фильтры, судя по всему, не работают в паре или HPF или LPF. Хорошо, что фильтр LPF такой развитый, но вот в следующих моделях было бы неплохо добавить работу фильтров с двух сторон. По заявке мы видим, что он нам выдает 200 ватт на 4 в 2 Ом, я не рекомендую B-класс никогда подключать 2 Ом, хоть это и заявлено. Можете поэкспериментировать, но я бы рассчитывал вот на эту мощность 125 ватт на 4 Ом. Каждый канал у нас будет выдавать 125 ватт. Ну, по опыту, грубо говоря, честных здесь будет 95-105 ватт. Это очень хорошо для аудиосистемы повседневной, с громкостью выше средней, когда у вас стоит по одному компоненту, максимум по 2. Ну, а если вы решили собрать калитки с 10 парами и больше динамиков, вам понадобится усилитель уже D-класса и вот здесь Soundstream удивил. Если честно, аналогов за последнее время я не встречал по заявленной мощности. Soundstream дал нам усилитель, который работает, внимание, каждый канал в 1 Ом, при этом выдавая 600 ватт на канал. 2400 ватт суммарно усилитель 4-канальный D-класс. Давайте посмотрим поближе на этого монстра. Он очень тяжелый, хоть и не очень большой. Прежде всего, этот усилитель мы видим, что корейский. Китайцы, по-моему, до сих пор не умеют делать такие мощные 4-канальники. Вот они, заявки мы здесь видим. 600 ватт на 4 канала в 1 Ом. 400 ватт в 2 Ома. И если вы захотите, чтобы он работал не в напряг, вы получаете 250 ватт на канал. Это очень внушительные цифры, очень. Сам усилитель, как я уже сказал, очень тяжелый. Он больше похож на моноблок, у него нет предохранителей. Настройки у него скудные для 4-канальника, но если вы используете такую мощность, конечно, вы, скорее всего, будете использовать с процессорным магнитофоном, либо с выносным процессором. И вот терминалы мы видим здесь, чистокровный моноблок, терминалы под 0. Выходы под 8 Гейдж. То есть понятно, что с такого усилка мы можем запитать просто сумасшедший фронт. Выглядит он просто супер здорово. Вот этот точеный, я не знаю, что это алюминий, очень здорово сделано. Ничего лишнего. Это серия X-Cubi, которая у них, по-моему, топовая. У них и сабы есть этой серии, о них мы поговорим позже. Вот, ну, на самом деле, внушают уважение вот такие вот вещи. Очень тяжелые. У нас он стоит в стенде. Можно посмотреть, мы... Вот можете посмотреть провода здесь. Это что? Четверка подсоединена. Посмотрите, сколько места остается. То есть можно подключить 0. Вот. Этот усилитель с радостью убивает любые мидбасы или среднечастотники, которые находятся в этом стенде, если это необходимо. Тёма, говорит, включал там больше полмощности, начинает вонять любой динамик, который находится здесь в стенде. Кстати, обратите внимание, терминалы тоже под отвертку. Я не знаю, может это не так надежно, может они слизываются, поэтому делают шестигранники, но отвертка это намного удобнее, это быстрее. Они слизываются, если отвертку неправильно подбирают. Наверное. Стоит это чудо 33 тысячи рублей. Я считаю, это адекватная цена за такой мощный четырехканальник. Аналоги таких четырехканальников, в принципе, были, можно поискать, но они или сняты с производства, или стоят дороже. Сейчас, по сути, вот самая громкая, если вы к нам придёте в магазин, мы вам предложим или там какие-то моноблоки типа УГО, альфардовских, если вы захотите на фронт. Либо старый, вот у нас ГЗ, покажи, остался ещё. Нуклер ГЗНА 4350. Очень крутой аппарат, очень. Он китайский, но он очень здорово собран и у него шикарное звучание. Один из лучших усилителей, что я слышал, но, к сожалению, тоже сейчас их вы не найдёте. А если найдёте, они, наверное, будут стоить дороже, чем это. У ГЗНА были тоже свои косяки. Они и размером побольше, и жрали они очень много, и разбило их. Вот в Тренахе они на коробе долго не выдержали. Поразбивало им и уши оторвало, и всё остальное. Этот выглядит очень монолитно. У него нигде ничего не звенит, не трещит. И причём малых размеров. Вот представляете, да? 4 по 600. Вот я держу в руках сейчас. В принципе, таких усилков можно зафигачить полмашины, судя вот по сборке, по внешнему виду. Ну и вот у нас он уже в стенде покатался сколько месяц, полтора, да? Он стоит. Полёт нормальный, поэтому вот этот четырёхканальник я могу сейчас вам рекомендовать за 33 тысячи рублей. Это не вся музыка линейки Soundstream. Радует, что они полезли не только в бюджетный сегмент, куда сейчас все полезли, да? Побольше, побыстрее продавать. У них и в бюджетном сегменте есть тоже очень хорошие вещи. Сегодня мы рассмотрели бюджет средний и выше среднего. И вы можете действительно очень крутую аудиосистему собрать. Представительство Soundstream у нас сейчас есть в России. То есть гарантий проблем возникнуть не должно. Мы это железо начинаем продавать. Вернее, мы его продаем уже какое-то время, но никак про него вам не расскажем. Действительно хорошие вещи. Сейчас они себя уже зарекомендовали и в нашем магазине, поэтому смело могу вам порекомендовать эти вещи. И также очень могу вам порекомендовать покупать их у нас, как обычно. Снимаем обзор мы. Продают все. Ну, я надеюсь, нам скажут спасибо не только покупателям, но и продавцам автозвука. В любом случае, если вы хотите качественный сервис, подарки, бесплатную доставку, заказывайте на LoudSound.ru, либо в личке у нас ВКонтакте. Все это железо у нас, то, что мы сегодня снимали в наличии и в количестве. Можете заказать сабы, можете заказать усилки. Четырехканальники 125-ваттные. Можете вот эти монстры заказать, если вы собираете крутой фронт. Мы будем этому очень рады и в свою очередь могу вам обещать, что любые претензии будут решаться в пользу клиентов. И если нужна консультация или помощь в подборе аудиосистемы, в настройке, в установке, тоже. Также можете обращаться к нам по почте loudsoundstore.gmail.com, ВКонтакте мне в личку, vk.com.au2012. И пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх. Это был Loud Sound за эти гонка.